В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Никита Бирюков. Здравствуйте! Южноуральский государственный университет стал одной из площадок Всероссийского детского экологического форума. Мы всех приветствуем на Челябинской земле и у нас, безусловно, начинается крупнейшее экологическое мероприятие года – детский экологический форум. Мы уже второй раз проводим это мероприятие и, конечно, оно является ключевым для нас, поскольку дает вдохновение, дает нам энергию для того, чтобы целый год двигаться дальше. В Южноуральском государственном университете проходит Всероссийский детский экологический форум. Его участниками являются школьники с 5 по 11 классы, которым необходимо представить свои научные доклады перед экспертами в области экологии. В 2024 году форум проходит в два этапа. Первый прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие все 89 субъектов Российской Федерации. Экспертный совет выбрал самые интересные проекты и уже во втором, очном этапе, приняли участие ребята из 51 региона страны. В первый день прошла не только защита индивидуальных проектов, но и экскурсии по ЮРГУ. Во второй день, 16 октября, состоится торжественное награждение, на котором будут объявлены команды победителей в 17 номинациях, а также 18-я народная номинация, в выборе которой участвовала вся наша страна. В ЮРГУ прошло расширенное заседание Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. Расширенное заседание Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области состоялось в Южноуральском государственном университете. В его рамках губернатор региона Алексей Текслер выслушал доклады о научных проектах регионального и всероссийского масштаба, реализуемых учеными нашей области. В мире его посттехнологического лидерства, научного лидерства является системообразующим для нашего будущего. Нет никакого в этом сомнения, конечно, когда мы говорим про науку, про молодых ученых. Ну, собственно, ровно про это. Поэтому и масштаба страны, Юрий Григорьевич, занимается социалом. Председатель Координационного совета по делам молодежи в научно- и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков отметил значимость социализации науки и гуманитарных исследований в 2024 году. Очень важная сегодня встреча с молодыми учеными здесь, в Челябинской области, в регионе, где мощная промышленная база, но при этом активно еще и развивается наука. И вот как раз на стыке науки и промышленности сегодня и рождаются эти национальные проекты технологического суверенитета, о которых так много сегодня говорят. В общем-то и ребята, которые сегодня здесь были на встрече, многие из них возглавляют уже лаборатории, возглавляют научные подразделения, которые занимаются как раз разработкой инновационных продуктов, которые в ближайшее время должны уже появиться, ну, скажем так, на бок магазин. Молодые ученые представили разработки из аэрокосмической области, проекты интеграции творческих индустрий для популяризации науки и новые направления молодежной политики. Подробнее расскажем в следующем выпуске. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер встретился со студенческими семьями. В Южноуральском государственном университете насчитывается 418 студенческих семей, из которых 266 воспитывают детей. Так, ректор Юргу Александр Вагнер провел встречу с парами, которые совмещают учебу в УЗИ и воспитание детей. Конечно же, в любой системе, особенно в технической системе, нужна некая обратная связь. Основная цель этой встречи как раз она была, во-первых, рассказать про эти меры поддержки, которые у нас есть в университете. А нужны ли эти меры поддержки? А в чем есть проблемы с получением этих мер поддержки? А может быть, где-то есть какие-то другие запросы, более сложные или более простые, более самые важные, актуальные, как раз для студенческих семей, особенно для тех, кто является матерью одного или нескольких детей и обучается в университете. Им, может быть, нужна какая-то другая поддержка, про которую мы почему-то не догадались и свое время не выявили. Вот как раз такие встречи позволяют эти лакуны нивелировать, проинформировать. Ну и, не знаю, мне кажется, встретиться с молодыми семьями всегда очень приятно. В рамках встречи ректор ВУЗа Александр Вагнер совместно с проректором по молодежной политике и социальным вопросам ЮРГУ Антоном Мануиловым рассказали о существующих программах поддержки для студенческих семей, а именно о материальной поддержке, психологической помощи, юридической консультации, об оформлении грантовых заявок. Ну, во-первых, у нас проходит год семьи. Во-вторых, действительно, студенческие семьи, а сегодня у нас были студенческие семьи, которые уже имеют детей, это очень такая важная категория для страны, для нашего университета, для нашего региона. Мы видим, какое внимание уделяется и президентам, и нашим губернаторам поддержки молодежи. И вот как раз-таки очень важно поддерживать молодежь в том числе и в этом вопросе, чтобы количество жителей и граждан нашей страны увеличивалось. Отметим, что в Южноуральском государственном университете существует ряд мер для поддержки студенческих семей. Так, материальные относятся ежегодная помощь обучающимся, имеющим детей, а также при рождении ребенка, единоразовая помощь находящимся в отпуске по беременности и родам, ставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении, и единоразовая помощь вступившим в брак. Также ЮРГУ предоставляет и инфраструктурную поддержку в виде выделения семейных комнат в общежитиях для состоящих в зарегистрированном браке, а также мебели во временное пользование. Если тем более мы два студента, то у нас достаточно маленькое количество времени свободного, да, это было бы, облегчило бы наши какие-то семейные, да, там, затраты и траты. Ну и в том числе, допустим, да, поддержка в плане оформления, допустим, каких-то, да, мест в ясли, сады, там, поддержка в плане, ай, ну, допустим, тех же каш, которые, да, нам выдают, допустим, детям смесь. В 2024 год в России по указу президента был объявлен Годом Семьи. Южноуральский государственный университет поддерживает данную тематику. В ВУЗе проводится ряд мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, повышение престижа института семьи, а также поддержку молодых семей. В Южноуральском государственном университете завершился фестиваль творчества первокурсников. В ЮРГУ состоялся конкурсный день, а также награждение фестиваля «Талант ЮРГУ-2024». Конкурс проходил среди первокурсников высших школ, институтов и колледжа ИСТИС ЮРГУ. Первокурсников у нас традиционный. Каждый год двери актового зала открываются для самых юных талантов, для самых творческих ребят, кто поступил в Южноуральский государственный университет. В этом году фестиваль «Талант ЮРГУ-2024» прошли в очень сжатые сроки, но это не помешало тому, чтобы мы встретили наших первокурсников. Фестиваль собрал более 150 талантливых ребят, готовых продемонстрировать свои выдающиеся способности и творческий потенциал в разных номинациях, таких как вокал, хореография, оригинальный жанр, художественное слово, вокально-инструментальное исполнение и исполнители-инструменталисты. Вокал вообще лет с пяти, наверное, как мама поставила на сцену, вот так я и пою. Борюсь со своими переживаниями, страхами, участвую в конкурсах, чтобы быть раскрепощеннее на сцене, свободнее. Здесь очень классно, здесь замечательные номера, особенно пение было самое классное, инструменталисты были замечательные, замечательные танцы. Мне все на самом деле очень нравится. Это максимально теплая, максимально приятная атмосфера, которой хочется оставаться на очень долгое время. На протяжении трех дней жюри знакомились с талантами первокурсников ЮРГУ. Напомним, что поучаствовать в фестивале творчества может каждый обучающийся первого курса. Конкурс проходит ежегодно. В ЮРГУ проходит выставка уникальных архивных фотографий «Освобождение. Путь к победе. Тыл». Южно-Уральский государственный университет выступил площадкой фотовыставки мультимедийного проекта «Освобождение. Путь к победе. Тыл». Проект представляет собой масштабную мультимедийную экспозицию, рассказывающую о вкладе тыла в победу в Великой Отечественной войне. «Челябинск внес огромный вклад. Это неоспоримый факт. Наша фотовыставка, она как раз и показывает взаимосвязь тех городов 80 лет назад. Эти фотографии – это архив Советского информбюро, прямыми наследниками которого является наша медиагруппа». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. Новый исторический проект рассказывает о Великой Отечественной войне глазами простых людей. «Они очень важны, потому что наше время такое же сложное, как и было, может быть, не 80 лет назад, а чуть больше, чуть меньше, потому что нацизм в Европе не искоренен, и ситуация, которая сейчас возникает в мире, они затрагивают нашу страну и, может быть, в первую очередь затрагивают нашу страну. Поэтому молодое поколение, которое сегодня учится, работает, они должны знать, что было 80 лет назад, должны понимать, как это все досталось, и мне кажется, что они еще должны углубиться в историю своей семьи, потому что каждая семья в стране, в Советском Союзе в то время, принимала участие в этой Великой войне». В начале Великой Отечественной войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных предприятий. Их не просто разместили в тылу, но и организовали производство. Так, Челябинск был крупнейшим центром оборонной промышленности. Очень приятно вспомнить, там обратил внимание, фотография подросток, стоит на подставке у станка. Но сейчас трудно представить, но вот то, что эту выступку организовать для студентов, для молодежи, в данное время, я считаю, очень важно, потому что сейчас много молодежи на фронте. Вот, поэтому, конечно, надо, ребят, поддерживать этой выступкой, знать, что даже если кто-то погибнет там, на смену придет такие же молодежи, такие же дерзкие и такие же смелые люди. Создатели фотографий – фоторепортеры Советского информбюро Иван Шагин, Александр Устинов, Яков Халиб. Организатором выставки выступила международная медиагруппа «Россия сегодня» при поддержке Фонда президентских грантов. Состоялось подведение итогов работы Всероссийского молодежного медиафорума «Коммуникационный лидер 21 века», а также торжественное награждение победителей конкурса. В Южноуральском государственном университете завершился Всероссийский молодежный медиафорум «Коммуникационный лидер 21 века». На торжественном закрытии были подведены итоги международного конкурса студенческих и школьных средств массовой информации «Планета медиа-2024» и международного фестиваля по рекламе и связям с общественностью «Медиапрофайл-2024». Конечно, хотелось бы отметить, что здесь себя проявляют в качестве будущих медиа-специалистов наши, как студенты, так и школьники. И действительно, все номинации, которые непосредственно заявлялись в рамках конкурсов, молодежных конкурсов, они были достаточно высококонкурентные, и жюри было очень сложно сделать выбор, поскольку каждый проект, он отличался идеей, технологическими возможностями, нестандартными способами исполнения. И жюри, тем не менее, справилась с этой замечательной задачей. За первые места участникам вручали памятные статуэтки, дипломы, а также призы от партнеров медиафорума. В этом году в конкурсах приняли участие около 500 студентов и школьников из 35 городов России и Беларуси. Мы очень довольны высоким уровнем тех работ, которые были представлены на конкурс. Просто, знаете, очень радует, что, казалось бы, люди только начинают свой путь не только в жизни, но и в профессии, но у них есть понимание целей медиа-материала, у них есть вкус, у них есть необходимый уже набор каких-то таких технологических, специфических знаний, инструментов. Особенно это касается всех интернет-технологий, потому что молодое поколение тем владеет. И поэтому, когда к этому добавляется интеллект и все-таки тот уровень знаний, которые, например, соответствуют этому возрасту, то получается очень неплохо. Мне кажется, мы получили такую надежду на то, что наше медиапространство и наша жизнь через некоторое время попадет в очень хорошие профессиональные руки. В фестивале «Медиапрофайл» больше всего работ поступило по направлению «Социальный профайл». А самым популярным направлением в конкурсе «Планета медиа» в этом году стало телевидение. Я участвовала в номинации «Социальный профиль» и также «Пиар-профиль». В номинации «Социальный профиль» я совместно со своей одногруппницей Дарьей Воскобойниковой представила социальный видеоролик на тему взаимодействия родителей на своих детей. И мы с этой работой заняли третье место. А с командой девочек моих одногруппниц мы участвовали в «Пиар-профиле», где представили свою работу по разработке кейса для Баден детям. И с этой работой мы заняли второе место. Как отмечают участники, медиафестиваль получился очень насыщенным. Студенты и школьники на протяжении двух дней участвовали в конкурсных мероприятиях, посещали мастер-классы, открытые диалоги, тренд-сессии и медиакреативы. Фестиваль очень прошел весело, клево. Так много приглашенных спикеров, очень интересные лекции. И награждение прошло просто прекрасно. Медиафорум проводится при поддержке Ассоциацией ведущих университетов России на площадке регионального студенческого медиа-центра Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, созданного в Южноуральском Государственном Университете. Представители студенческого медиа-центра при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по Челябинской области обсудили результаты и планы работы на круглом столе. Обмен опытом работы между студенческими медиа-центрами региона. Так звучала тема круглого стола, который вошёл в калейдоскоп мероприятий Всероссийского молодёжного медиафорума «Коммуникационный лидер XXI века». Региональный студенческий медиа-центр «Ньюсрум Диджитал Юргу» был открыт в ноябре 2023 года. На сегодняшний день он объединяет медиа-центры вузов Челябинской области. Доцент, кандидат филологических наук, руководитель медиа-центра Арина Марфицына рассказала, как устроена работа в медиа-центре, а также поделилась результатами его работы с момента открытия. Мне кажется, круглый стол получился очень удачным. Доклады были очень интересные, очень мотивирующие. Я надеюсь, что эта встреча станет новой точкой отсчёта в совместном сотрудничестве Южноуральского государственного университета и других вузов Челябинска. Представители студенческих медиа-центров из других университетов Челябинска, которые входят в состав регионального медиа-центра на базе Юргу, обменялись опытом работы и обсудили планы совместного сотрудничества. Мне очень понравился сегодняшний круглый стол. Такое мероприятие довольно нестандартное. Мне редко удается послушать опыт коллег, причем коллег не только взрослых, но и младших, будущих профессионалов. И это было довольно интересно и полезно, и даже местами неожиданно, потому что я как-то привыкла, что мы слушаем преподаватели, взрослые люди. Здесь выходят ребята, второй курс, буквально такие, вот, смотрите, мы сняли клип, мы сняли различный контент, мы его распространили и получили очень много просмотров, охватов. А это ребята еще только учатся. Что ждет их тогда в будущем? Это очень интересно. На круглый стол пришли также и активисты студенческого медиа-центра Юргу. В своих докладах они рассказали, как проходит процесс создания контента для медиа-центра в разных форматах. Большинство из них также представили свои работы на международном конкурсе студенческих и школьных СМИ «Планета медиа», который прошел в рамках медиа-форума «Коммуникационный лидер XXI века». Я решила участвовать в «Планете медиа», потому что это уникальная возможность студенту-журналисту проявить свои какие-либо качества, профессиональные, человеческие также. И это очень классно, что любой студент может выиграть и получить для себя новый опыт, новые знания, а также познакомиться с другими людьми из других университетов. Студенческий медиа-центр «Ньюсрум Диджитал Юргу» при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по Челябинской области на базе Юргу является региональной площадкой проекта «Студенческий медиа-центр Миноборнауки России». Его цель – формирование в студенческой среде положительной информационной повестки и создание новых возможностей для профессионального роста и развития студенческих медиа. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и RuTube, а также платформе Яндекс.Цен. До встречи в эфире! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!